В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с наиболее актуальными и интересными событиями этой недели. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. С дефицитом, но социально направленный. Проект бюджета Рязани на 2016 год внесен в Городскую думу. Метры семейного счастья. Рязанские военнослужащие стали новоселами. В Рязани ищут собственников фонарей на улице Почтовой. Неожиданно для администрации города нашлись бесхозные 22 фонаря. Как оформить ДП без инспекторов ГАИ? Какие подводные камни таит оформление Европротокола для автомобилистов? В Рязанскую городскую думу внесен проект бюджета города на 2016 год. До конца ноября планируется провести все необходимые процедуры для его принятия. В понедельник, 16 ноября, глава администрации города Рязани Олег Булеков передал проект документа главе муниципального образования, председателю Рязанской городской думы Андрею Кашаеву. Мы благодарны за то, что бюджет у нас социально ориентирован. Это тоже один из самых важнейших у нас показателей. Ну и все моменты, которые здесь необходимо будет обработать, мы, конечно, советской администрацией. У нас время на это есть. В ближайшее время пройдут публичные слушания по обсуждению бюджета. Ну и в декабре мы на свои планы на заседание бюджет примем. Впервые с 2010 года главный финансовый документ Рязани составлен в связи с непростыми экономическими условиями на один год, подобно федеральному и региональному бюджетам. Олег Булеков отметил, что, к сожалению, не удалось сделать бюджет бездефицитным. Расходы превысят доходы на полтора процента. Зато сохранены все социальные обязательства. Более 70 процентов средств будет направлен на обеспечение социальной гарантии перед населением, в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики. При этом бюджет сверстан по программному принципу. 80 процентов расходов пойдет на финансирование 11 комплексных муниципальных и двух ведомственных программ. Муниципальный долг не уменьшается, но сокращаются темпы его роста. Андрей Кашаев, в свою очередь, подчеркнул, что проект бюджета внесен своевременно, и, что особенно важно, документ сохранил свою социальную направленность. Детальное обсуждение основных параметров и статьи городского бюджета на 2016 год будет проходить на заседаниях комитетов и на публичных слушаниях, а принят документ будет в декабре на одном из плановых заседаний Гордумы. Программа Министерства обороны России по обеспечению жильем военнослужащих в Рязанском карнизоне будет выполнена до окончания года. В четверг ключи от служебных квартир на улице Михайловское шоссе получили семьи военнослужащих Рязанского воздушно-десантного училища. В военном ключи от квартир вручал губернатор Олег Ковалев. Новый дом – удобно расположенный микрорайон с интенсивно развивающейся инфраструктурой. 86 семей военнослужащих Рязанского воздушно-десантного училища получили долгожданные ключи от новых квартир. Поздравил Новоселов лично глава региона. Всего, начиная с 2012 года по сегодняшний день, всего построено и предоставлено уже 2500 квартир. Это, по сути дела, проблема бесквартирных офицеров, она снята. И я благодарен Министерству обороны за то, что активно занимались строительством жилья, за то, что проявили серьезную заботу о военнослужащих в предоставлении жилья, поскольку служба, она нелегкая, и любой военнослужащий, офицер, тем более, должны быть спокойны, что дома у него все в порядке, что семья у него в квартире, что все хорошо. В ближайшие недели жилье обретут еще 407 семей. Останутся 40 человек, не семейных. Им будут предоставлены однокомнатные квартиры. В прошлом году служебное жилье уже получили 492 семьи. Я на самом деле очень благодарен Министерству обороны за то, что они нам помогают, потому что без них служба, это, конечно, была бы хороша, но а так еще лучше. Все нас устраивает, мы очень рады, мы к этому шли, очень долго этого ждали. Ну, дождались, и нам ее дали вот сегодня. Всем огромное спасибо. В эти дни, вчера и сегодня, мы выписываем договор, получают люди, приходят сюда ключи, 160 семей уже обрели жилье на время прохождения службы. Совсем скоро рядом с жилыми многоэтажками вырастет детский садик, а потом и школа. И если жильем обеспечивает военнослужащих Министерство обороны России, то о социальной сфере позаботятся местные и региональные власти. Стоит отметить, что Рязанский гарнизон – один из немногих в стране, где так активно реализуется программа обеспечения военнослужащих жильем. Олег Ковалев поблагодарил Минобороны за активное взаимодействие с региональной властью по решению жилищной проблемы военнослужащих. В Рязани ищут собственников фонарей на улице Почтовой. Накануне горожане могли наблюдать фотокопии, развешанные по декоративно-фонарным столбам предписаний. В них указано, что неожиданно на улице Почтовой нашлись бесхозные 22 фонаря, простоявшие там уже неизвестно сколько для городской администрации времени. Теперь фонари признают бесхозными, чтобы принять муниципальную собственность. Только после этого город сможет на законных основаниях обслуживать уличные фонарные столбы. Эта новость сколыхнула рязанские соцсети. Всевидящие блогеры разместили в крупных сообществах фотографии необычного документа из администрации города. Вот такие предписания развешаны практически на каждом столбе по улице Почтовой. И согласно этому документу будут приняты меры к принудительному вывозу вышеуказанной предположительно брошенной вещи. Оказывается, стоявшие столько времени столбы были установлены беспроектной документацией. После появления фотографий горожане стали волноваться, зачем, а самое главное, кому понадобилось сносить красивые железные конструкции. К счастью, хоть и с запозданием, но комментарий из администрации города поступил. Успокоили. Фонари, установленные за счет инвесторов, останутся на месте. А бумаги были наклеены на столбах для принятия объектов в муниципальную собственность. Вот такие бюрократические особенности. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город». В Рязани оглашен обвинительный приговор пятерым участникам организованной преступной группы, которые наладили канал поступления синтетических наркотиков в регион и занимались их сбытом. На скамье подсудимых оказалось пятеро рязанцев. Они обвиняются в сбыте наркотиков. Самому старшему этой группировки 30, самому младшему 20. Как установили оперативники, молодые люди действовали по четко отлаженной схеме. Ключевую роль играл самый молодой ее участник Баранов по прозвищу «Деловой». Он занимался доставкой из Московской области партии концентрированного наркотика и изготовлением из него окончательного продукта в съемной квартире на улице Горького. Для безопасности адрес проживания Баранова знал только один парень, являвшийся лидером группы. Как самый старший и имевший опыт в коммерции, он координировал действия сообщников, распределял между ними наркотики для дальнейшей реализации. Остальные горе-бизнесмены, имевшие значительное количество знакомых потребителей и курительных миксов, напрямую осуществляли сбыт. По итогам рассмотрения уголовного дела, Октябрьский районный суд Рязани назначил двум участникам ОПГ наказание, связанное с реальным лишением свободы. Баранов и Ивлев получили, соответственно, по 6 и 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Трое других участников получили по 5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит. Во Дворце детского творчества в среду произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС около 5 часов вечера. В здании вспыхнул огонь. Наша съемочная группа одной из первых прибыла на место происшествия. Как горел дворец детского творчества и как его тушили, видел Иван Крестьянинов. Сообщение о пожаре во Дворце пионеров поступило в среду вечером. Новость вмиг облетела весь город. Взволнованные родители в спешке искали своих детей среди эвакуированных из горящего здания. Как говорят очевидцы, людей начали эвакуировать из секций спортивных залов сразу же после того, как сработала пожарная сигнализация. К этому моменту на место прибыл первый пожарный расчет. Всего было эвакуировано 80 человек, 64 из которых дети. На пульт МЧС новость о пожаре поступила в 17.35. Возгорание произошло на втором этаже в гимнастическом зале. Снаружи было видно только сильное задымление. Пожару сразу присвоили повышенный номер сложности. На место происшествия для тушения выехали 7 автоцистерн и 2 автолестницы. В 17 часов 48 минут возгорание уже было ликвидировано. Поврежденная огнем площадь составляет 12 квадратных метров. По данным нашего источника в администрации Дворца пионеров, бассейн откроется с завтрашнего дня. Остальные кружки секции возобновят свою работу после окончания работы специалистов на месте происшествия. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город». Российские силовики готовы к работе в особом режиме, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. После терактов в небе над Египтом и в Париже в регионе, как и в стране в целом, усилены меры безопасности. Сотрудники силовых ведомств с недавних пор стали нести усиленный режим. Это наверняка успели заметить и сами горожане. Сотрудники ДПС тщательно осматривают багажники всех автомобилей, въезжающих на территорию автовокзала. Усилена охрана и самого здания. Службу несут как полицейские, так и сотрудники частных охранных предприятий. Около 300 автобусов ежедневно покидают платформы автовокзала «Центральный». Они перевозят примерно 5000 пассажиров. Организация безопасности здесь должна быть максимально качественной. И зависит она от каждого из нас. Нужно быть особо бдительными. Об этом пассажиров регулярно оповещают по громкой связи. Рязанцы к таким мерам относятся с пониманием. Никакой паники среди граждан нет. Дополнительные меры безопасности введены и железнодорожными службами. В первую очередь это касается работы пунктов технического обслуживания локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, мостов и тоннелей. Как долго продлится режим усиленного контроля всей транспортной системы, пока неизвестно. Но такие меры необходимы. Само собой, их нужно соблюдать на постоянной основе. Аварийные комиссары на дорогах. В Рязань въезжает новый вид бизнеса. Служба аварийных комиссаров или, другими словами, мобильные дорожные юристы. Чтобы понять, кто это, и познакомиться с ними поближе, наша съемочная группа даже угодила в аварию. Ё-моё! Кажется, приехали. Вообще, авария несерьезная, ущерб небольшой, но настроение испорчено на весь день. У меня, как и у любого участника ДТП, есть один действенный способ. Выйти из машины, достать телефон, фотографировать автомобиль, составить схему аварии и уже со всеми этими документами поехать в страховую. Однако, люди предпочитают перекладывать это непростое дело на чужие плечи. Ждать сотрудников госавтоинспекции порой приходится долго. А по новым правилам, если в аварии никто не пострадал, у участников нет разногласий, и ущерб от ДТП не превышает 50 тысяч рублей, водители должны оформить европротокол самостоятельно. Все, казалось бы, просто, но как оценить ущерб правильно? Ведь, зачастую, при незначительных повреждениях у авто появляются скрытые дефекты. Возместить ущерб тоже весьма проблематично. В избежание таких недоразумений участники этого ДТП решили вызвать аварийного комиссара. Благодаря его своевременной помощи, автолюбителям удалось избежать скандала. Что мне теперь делать? Так сильно все, да? Ремонтировать мне машину. Лучше вы мне. Мы выезжаем, фиксируем все, правильно указываем все повреждения, и чтобы меньше было у людей в страховой компании разногласий, и правильно им выплатили все деньги на ремонт автомобиля. И после полного оформления мы также предлагаем клиентам произвести ремонт в нашем техцентре для полного восстановления, чтобы человек уехал довольный с нашего центра. В нашем случае аварийный комиссар оформил аварию, оказал юридическую и психологическую помощь водителям. Составляем схему в Европротоколе, указываем правильное движение двух транспортных средств, место повреждения. Соответственно, составляем Европротокол для подачи в страховую компанию для возмещения убытка. Отмечаем в Европротоколе движение автомобилей. То есть у вас два автомобиля двигались прямо, не маневрировали. Не ты, так тебя, говорят бывалые водители. Потому как никто на дороге не застрахован ни от дураков, ни от рокового случая. Но теперь рязанцы могут быть спокойны. В неприятных мелких авариях, на которые раньше уходила уйма времени, им на помощь всегда готов прийти аварийный комиссар. Алена Куклева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В честь Международного дня диабета в Рязанской области на площадке 11-й больницы прошла научно-практическая конференция. В одном зале собрались врачи-эндокринологи, диабетологи, терапевты, а также пациенты с этим непростым диагнозом. Статистика в Рязанской области подтверждает негативную тенденцию, сложившуюся как во всем мире, так и в России. В нашем регионе зарегистрировано более 35 тысяч больных с сахарным диабетом. Специалисты говорят, что главная причина – нежелание самих людей следить за своим здоровьем. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, число больных диабетом к 2025 году будет 550 миллионов человек в мире. Это очень большая цифра, она постоянно увеличивается, прогнозы постоянно корригируются и растет в основном сахарный диабет второго типа. Это диабет зрелого, среднего и пожилого возраста. Наследственный фактор в истории с сахарным диабетом не является решающим. Большинство диабетиков заболевают по другим причинам. Стресс, неподвижный образ жизни, последствия травм и неправильное питание. Не зря девизом сегодняшней конференции стало здоровое питание при сахарном диабете. Избежать можно или по крайней мере отдалить, то есть первичный профилактик, чтобы не было диабета. Я думаю, что это правильный образ жизни, правильное питание, определенная какая-то дозированная физическая нагрузка, то есть ходьба пешком, может быть какие-то пробежки, лыжи, коньки, плавание, может быть даже огород в летнее время. То есть шевелиться необходимо, не на диване сидеть. Если же у вас есть гены, несущие информацию о диабете, то есть наследственная предрасположенность, плюс возраст подступает лет 40-50, и плюс у вас есть избыточный вес, то вот это как раз самые мощные факторы риска – вес избыточный, ожирение. Врачи особенно отмечают необходимость для каждого человека периодически проверять кровь на уровень сахара, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Специально для этого на конференции действовал пункт измерения, где каждый желающий мог узнать о состоянии своего здоровья. – Помогу? – Ау! – А на самом деле это делает человек сам другой рукой. – Кстати, даже совсем не больно. – Это самое главное. – Правильно? – Правильно. Кладем приборчик на стол, солдатчик, пальчик, закрываем. Смотрим, говорим слух результат. – Итак, мой результат 5,8. – Мои поздравления. Проходите, пожалуйста, на конференцию. – Спасибо. – Кровь желательно проверять разным категориям лиц с разной частотой. Если это человек с декомпенсированным диабетом, то он может проверять и 8 раз в сутки. А если это человек без диабета, то он может проверять 2 раза в месяц, может быть, раз в 2 месяца, в зависимости от того, какие у него ситуации. И какой возраст, и какое у него самочувствие, и какие у него сопутствующие заболевания. Есть ли у него родственники больные диабетом. Ученые выяснили, что этот недуг также может быть связан с нарушением сна. Как известно, сахарный диабет возникает в организме из-за нехватки инсулина. Причем у здоровых людей это вещество вырабатывается в основном днем, ну а ночью его уровень становится совсем низким. Так вот, по мнению следователя, если у человека нарушены биоритмы, и он, к примеру, бодрствует в темное время суток, а ложится спать после восхода солнца, то организм не в состоянии нормально регулировать содержание инсулина в крови. Это открытие наверняка поможет врачам определять у человека склонность к диабету задолго до возникновения первых симптомов, а значит вовремя приступать к лечению этой болезни. И сегодня на конференции специалисты не раз повторяли – диабет – это образ жизни. Если вовремя поставить диагноз, то с ним можно жить долгие годы. Алена Куклева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Во вторник, 17 ноября, в Рязанском пирантальном центре отметили Международный день недоношенного ребенка, который в России поэтично называют Днем Белых Лепестков. Именно здесь выхаживают преждевременно родившихся детей с экстремально низким весом – от 500 граммов. Первым спасенным пациентам в этом году исполнилось 5 лет. Букет и цветов и целый зал здоровых и веселых детей – все они родились недоношенными. Первые месяцы за жизнью многих из них в Рязанском пирантальном центре молились родители и боролись врачи. Начали свое посещение с консультаций в поликлинике. Потом мы здесь родились, родились чуть-чуть пораньше срока, чем положено. Здесь очень хорошие врачи, они нам помогли и ребенку Варваре, и мне психологически преодолеть это. Мы очень им благодарны, вспоминаем о них каждый день рождения, вообще очень часто, очень им благодарны на самом деле. Она очень любит рисовать, творческая, очень доброжелательная. Каждый человек, который ее знает, говорят, что это самый позитивный ребенок, она очень редко плачет, всегда всем улыбается. Вне с дапа мы сюда попали с преждевременными родами, родились практически в тот же день, и нам помогли очень хорошие врачи здесь. Нам, можно сказать, повезло. Недоношенными в медицине принято считать ребенка, рожденного раньше 28 недели беременности. Но сегодня в этот центр принимают и совсем ранних детей. Опытный персонал и современная технология позволяют вынашивать детей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Нам уже есть чем похвастаться, то есть из 13,5 тысяч детишек, которые у нас за это время родилось, 2100 детей у нас как бы являются недоношенными, но есть у нас еще и такая особая категория – это детишки до килограмма. Их у нас родилось за все время около 150-155 детишек. Добились мы определенного процента, высокого процента выхаживания таких детишек. Большинство тех, кто поспешил родиться раньше срока, в первые несколько недель живут в таких боксах. Кроме всего прочего, здесь учтены температура воздуха, свет, шум. Микроклимат принципиально важен для этих малышей. На сегодняшний день в реанимации центра находится 35 недоношенных детей. Пока маленькие пациенты лежат в палате одни. Мамы приходят к ним пообщаться только два раза в день. В это непростое время специалисты обеспечивают малыша всем необходимым, чтобы он быстрее набирал вес и догонял сверстников. Алена Куколева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И немного предновогодней суеты. День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, который возвращает нас в детство. Дарит радость и взрослым, и детям заставляет мечтать и верить в исполнение желаний. 18 ноября самый добрый сказочный персонаж отмечал свой день рождения. Рязанские Деды Морозы решили отметить день рождения своего коллеги по-спортивному и устроить забег. День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, который возвращает нас в детство. Дарит радость всем от мала до велика. Заставляет мечтать и верить в осуществление желаний. 18 ноября самый добрый сказочный персонаж отмечает свой день рождения. Сегодня сложно представить Новый год без Деда Мороза. Кажется, что этот персонаж существовал всегда. Однако появился он лишь в 18 веке. После учреждения Петром Первым празднование Нового года возникла необходимость объяснить ребятам, кто приносит подарки и откуда берутся нарядные елки. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети в 2005 году. Поскольку именно 18 ноября в Великом Устюге, на родине главного новогоднего персонажа, наступают по-зимнему сильные морозы. Внимание! Старт! Старк! Девочки, девочки, берите стюк! В Рязани в честь дня рождения самого популярного дедушки в мире прошел кросс. Организован он был в рамках проекта «Бежим круглый год». В Центральном парке культуры и отдыха собрались десятки желающих поучаствовать в забеге. Главное условие – наличие костюма виновника торжества. Дистанция на выбор 500 или 1000 метров. Проект полюбился. Мы очень рады, что вы сегодня пришли также отпраздновать день рождения Деда Мороза. Тем самым мы все с вами покажем, что мы за здоровый образ жизни, что мы любим спорт и, конечно, любим Деда Мороза. В ходе реализации проекта «Бежим круглый год» в Рязани уже прошло множество интересных и необычных спортивных мероприятий. Организовывались забеги в честь праздника медработника, дней красоты и улыбки. Приближение новогодних праздников диктует иную тематику. Можно сказать, сказочную и волшебную. Рязанцы смогут заглянуть за горизонт. В субботу на телеканале «Городской» стартует новый совместный с областным отделением Российского географического общества проект о путешествиях. Программа будет выходить два раза в месяц. Наши зрители смогут подчеркнуть новые знания о других странах. Впрочем, даже и не это главное, чего хотят создатели новой телепрограммы. Ты проходишь по местам, которые связаны с историей, с географическими открытиями, в том числе и на Рязанцев завязаны. Ты копни историю, сам не можешь пригласить людей из музея путешественников. Они подготовят тебя к какой-то перечень вопросов, на которые ты попытайся ответить своей экспедиции. Расскажи об этом потом людям. Это и есть та самая настоящая исследовательская работа, которую мы хотим, интерес, который мы хотим развернуть среди людей, путешествующих. Ну, по крайней мере, в той аудитории, которую мы с вами захватывать будем. Михаил Малахов, известный рязанский путешественник и организатор ряда интереснейших экспедиций, рассказал нам о своем новом проекте на канале «Городской». Говорит, что кино не просто для туристов, а для того, чтобы подстегнуть интерес к глубокому изучению славной истории географических открытий. Наш упор, конечно, это историко-географический, это географические достижения, открытия, исследования, в первую очередь, конечно, рязанцев и россиян. В программе использовали съемки из самых неприступных уголков нашей планеты, в том числе и Северного полюса. Основной материал для телепрограммы был набран в экспедициях на Аляску, Шпицберген, на Алиутские острова и другие. Также зрители городского увидят уникальные кадры из походов других мировых российских путешественников. Одна из составляющих современного образованного, конечно, человека – это знание мира, это понимание его, это личные ощущения. Отсюда и, собственно, стратегия личного позиционирования, поведения, жизненных целей и задач. Смотрите программу «Заглянуть за горизонт» на канале «Городской» в эту субботу в 19 часов. На этом у меня все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»